Музыка Только Музыка Всем привет! И с вами снова проект Вместе Далеко! Напомню, что мы путешествуем из города Рязани до Дальнего Востока За плечами у нас уже Южный Урал, Башкирия, Алтай И в прошлой серии мы рассказывали про нашу поездку по острову Ольхон Очень много людей пишут нам добрые, теплые комментарии Мы все читаем, стараемся на все отвечать Кстати, есть ли такие люди, которые после просмотра наших роликов Как-то изменили свое отношение к путешествию по России на автомобиле вместе с семьей? Если да, то напишите в комментариях, в какую сторону, в лучшую, в худшую Может быть, кто-то убедился, что да нет, все это фигня И надо ехать там дальше в Египет отдыхать Или кто-то наоборот посмотрел и подумал Чего я сижу дома? Надо срочно отправляться в путешествие Так что продолжаем Мы подъезжаем к ребятам С которыми договорились предварительно о встрече Это Алексей с семьей на полноприводном кемпере, построенном на базе додж-рама со вкладышем в кузов А также Саша и Дима, которые проездом гонят кемпер в Москву На ужин ребята приготовили отличное блюдо в Казани К сожалению, я не помню, как оно называется В общем, баранина с картошечкой, которая томилась там несколько часов Просто пальчики оближешь Также была походная баня с купанием в Байкале А на следующий день Алексей, который, кстати, изъездил весь Байкал, Монголию Согласился показать нам несколько интересных мест и красивых в Тажеранской степи Но до этого нам нужно уехать с острова Ольхон и переправиться на пароме А так как воскресенье, то народу довольно много Поэтому Сашу с Димой мы отправили чуть пораньше, чтобы они заняли очередь А мы тем временем с ребятами собрали лагерь и отправились к парому Тажеранская степь это красивый природный комплекс Который на севере ограничен Ольхонскими воротами На юге долины реки Анга, получается с востока непосредственно сам Байкал А с запада это Приморский хребет И начинаем мы с наивысшей точки Тажеранской степи Это горы Тамхан, высотой 990 метров Откуда открывается, ну просто потрясающий вид на всю долину Вообще все наше пребывание на Ольхоне и на Байкале Мы обратили внимание, что ну какой-то типа тумана, дымки Но только здесь нам Алексей рассказал о том, что ну на самом деле это действительно дымка Потому что горит Якутия где-то И весь дым доносится даже досюда Хотя запах его не чувствуется абсолютно При этом пейзажи становятся какими-то более таинственными, загадочными И не менее привлекательными А дальше наш путь лежит на еще одну смотровую точку С которой открывается ну просто потрясающий вид на долину реки Анга Там же расположена известная гора Йорд Вокруг которой проходят так называемые Йордынские игры Ну это некий аналог олимпийских игр там вот среди кочевных племен История которых начинается еще там с давних-давних времен Ну и конечно же мы не могли не попробовать национальной кухни Поэтому заезжаем в кафе, которое порекомендовал Алексей Где мы попробовали бузы с чебуреками и с вкусным супчиком бухлер А позы по правилам нужно есть руками Восхитительно Вообще в пределах Тажеранской степи находится довольно много достопримечательностей Это и наскальные рисунки, и пещеры Но так как у нас время ограничено и нам нужно буквально там на днях отправлять Данилу самолетом в Рязань Поэтому мы заканчиваем наше знакомство с Тажеранской степью И отправляемся в сторону Иркутска Иркутска Ну и конечно в крупных городах мы стараемся заскакивать в прачечную и стирать вещи К нашему сожалению В прошлом году запретили вылов омуля А многие проезжая Байкал, да и вообще отправляясь туда Одной из такой вот некой достопримечательностью гастрономической Называют конечно омуля Мы были немножко расстроены, что вот ну опоздали, не смогли попробовать Но мы не теряем надежды, отправляемся на местный рыбный рынок Проходя мимо очередной лавочки Мы обратили внимание, что ну лежит рыбка, похожая на омуля Без сценника А нет, сценником вру Без названия Я так продавщица Что вот это вот за рыбка Она такая Там чуть ли не на ушко мне такая Омуля Я говорю, ну замечательно короче Давайте нам С копченого такого, такого, такого И помимо этого она даже нам предложила немножко икры А это у нас икра омуля Только Как тебе, Дань? Просто супер А тебе нравится? Ну все, кончилось Значит понравилось? Да Купив рыбки, немножко фруктов Мы отправились на речку Ангара Где Алексей нам порекомендовал неплохое место недалеко от города Что тебе, Малыш? Коровы Тоже там, видимо, когда приезжали, да? Ну вот такой Карандаш это такого поймали А на ужин у нас Просто омни Там парный шмарзот Да Тоже вообще А тем временем приходит время прощаться с одним из самых главных членов нашего экипажа Это с Данилой Ему пора в школу, поэтому из Иркутска мы его отправляем самолетом в Рязань Ну что, всем привет Вот я сел в самолет Лечу я авиакомпанией Победа Вот мы скоро уже будем залетать Ну что ж, пора в Рязань Бежит, скажи, что так Вчера утром посадили Данилу на самолет И он улетел в Рязань Благополучно добрался, все хорошо Сегодня у нас первый экспедиционный день В сокращенном составе Идет дождь Проезжаем юг Байкала Ничего не видно Грустно Вообще, эта поездка, как мне кажется, нас очень сильно сблизила И с сыном в том числе И у нас всех вместе И поэтому Какое-то ощущение пустоты После того, как Даня улетел Но ему пора в школу А нам в любом случае нужно Двигаться дальше Надеемся, что мы очень скоро увидимся Даня, мы тебя любим Вот, кстати, замечательный пример Такой, в кавычках, заботы об экологии Проезжая по трассе Мы почувствовали резкий запах И дым И в итоге оказалось, что Ну, просто очередная свалка горит Кто-то скажет Да ладно, это скорее исключение Ничего подобного У нас в Рязани, на самом деле До сих пор Также мусор жгут на свалках И я уверен, что И как во многих других городах Нашей замечательной страны Отправляясь в поездку, кстати Ну, мы не сказать, чтобы очень много Слышали там что-то про Бурятию Про какие-то достопримечательности Но начало дороги от Иркутска До Владивостока Которая лежит вдоль реки Селлинга Ну, это просто что-то Потрясающее и восхитительное Виды просто завораживают А у нас что это? Что, новый штурман? Клатон А? Ты вместо Дани теперь Будешь папе дорогу показывать? Да? И куда ехать надо? Туда Прямо по курсу держать? Здорово Что, удобно им здесь? Лучше, чем в твоем кресле? Да Да Свято место пусто не бывает? Да, Платон О, ничего себе! А тем временем подъезжаем к Чите Здесь мы договорились встретиться с Андреем Андрей довольно известный путешественник И, кстати, совсем недавно Он приехал из Индии Откуда гнал свой мотоцикл На котором В позапрошлом, по-моему, или в прошлом году Он совершил большое путешествие В Чите у нас же опять треснул колесный диск Ну, мы поменяли его на запаску И отправились дальше Кстати, дорога лежит у нас уже в Хабаровск А нам осталось 280 километров до Хабаровска И мы тут встали Чтобы Платошка передохнул На таком красивом озере Вот, было бы здесь еще почище Было бы совсем сказка Едем на Хабаровск По дороге решили заскочить в Биробиджан Черт знает, когда еще вообще удастся побывать здесь Сейчас 11 часов по местному времени Здесь уже якутское время Разница... 7 часов, да, по-моему? 7 часов относительно московского Вот гуляем по набережной Сейчас немножко погуляем, отдохнем И, наверное, поедем еще немножко прокатимся Так, ты куда забрался, Платошкин? Ты куда забрался? А ну давай вылази оттуда! А ну давай вылази оттуда! Ты что там, целуешь маму? Но буквально перед подъездом к Хабаровску У нас лопается еще один диск Надо что-то делать Отправляться дальше без запасок Ну, наверное, не совсем разумным А в Хабаровске в данный момент находится Тоже известный путешественник Алексей Людкевич С ним мы договорились пересечься, поболтать И тут у нас лопается диск Алексей порекомендовал обратиться за помощью к Виталию Виталий, кстати, с семьей в 2011 году Совершил кругосветное путешествие на автомобиле Естественно, мы не можем отказаться от такой помощи И от возможности познакомиться с таким человеком Виталий рассказал вообще, почему у нас лопнули диски Как это произошло И как по-хорошему правильно это все нужно переделать И согласился посодействовать с этим Помимо этого, он пригласил нас к себе в гости И мы несколько дней прожили у них Познакомились, пообщались с их замечательной семьей Они отрезали часть диска по кругу Варили пластину Балбесы Причем эта пластина с абсолютно другого металла И приварили эту часть Получается сварка ведется 0,9 Г2С сталью Но это проволока А вот эта сталь неизвестна какая И неизвестно какая пластина, которая варена Ну по кругу Получается кермическое напряжение При езде естественно все это лопается Так или иначе А как нужно делать, это правильно Очень просто Мы идем к токарю Вырезаем среднюю часть Ну просто токарка там Срезали сварку Или можно срезать прямо по живому Берем обычный диск Который нам нужен по размеру Ну оффроуд, велс там Все что угодно Железное Вы также вырезаем оттуда сердцевину И вариваем ту сердцевину С теми посадочными, которыми она нужна Причем можно играть выносом легко Все Сварка получается в штатном месте Не ослабляется конструкция диска Никаким образом А и получается сварка-то по сути одна То есть здесь получается пластина вварена Да, да, да И получается не нарушается никаким образом Даже баланс Потому что токарь Перед тем, как это все приварить Он это все отбалансирует Все Намного быстрее, технологичнее и правильно А это один из способов Разбортировать диски В походных условиях Ожидание папы на сервисе У нас выглядит так А мы сейчас поедем на колесе обозрения Вот на том Зай Передай привет зрителям канала Вместе далеко Ой, все, мы на самую высаде Да? Да Вот сейчас он, видимо, на самую высаде Стоп, а то туда нельзя Ну вот, наконец-то, четыре новых диска у нас готовы И мы смело можем отправляться в Приморский край Ну что ж, всем пока С вами проект Вместе далеко А в следующей серии мы расскажем вам про нашу поездку по Приморскому краю По невероятно красивым местам О небольшом конфликте, который у нас там произошел И о дороге домой Мой